Юбилейный галоконцерт организовала Республиканская филармония. Ей исполнилось 35 лет. День рождения артисты провели при полном аншлаге. Зрители раскупили билеты задолго до встречи. Тему продолжит Марина Конодакова. Сегодня дуэт европейской классики и древнего хакасского Читхана никого не удивляет. А в свое время это стало новаторством. Но разве может быть развитие бессмелых экспериментов? Возможность живьем разных уголков и районов города прикоснуться к величайшему наследию, к шедеврам мировой музыкальной культуры. Первый народный артист Хакасии и первый министр культуры неразрывно связан с историей филармонии. Он объединил лучшие силы музыкальной культуры, помог становлению симфонического оркестра. И это его ученики сегодня представляют республику в мире искусства. Теперь они сами передают свое мастерство молодому поколению. Екатерина Каштымова не только солистка филармонии, но и педагог музучилища. Александра Черпакова – ее ученица, которая начинала свой путь в Убакане. А сегодня солистка Красноярского театра оперы и балета, где занята практически во всех премьерах. В судьбе каждой филармония – это целая история. Приходит новое поколение, профессиональные, заинтересованные. Это, я думаю, достижение. И то, что филармонию любят, и знают артистов, и своя публика уже есть. Понимание того, что творческий коллектив – это вот так, еще больше во мне взрастила какую-то любовь к моей профессии и желание работать в таких коллективах. Нам не хватает молодых кадров. Вы уехали. Нет ли планов вернуться домой? Я всегда говорю, как только в Убакане будет оперный театр, я обещаю, что я вернусь. Выступление хора «Акаданс», получившего свою минуту славы на федеральном шоу, зритель особенно ждал. Это еще одно достижение. Свой коллектив, с которым удалось поставить оперу «Зори здесь тихие» и другие проекты. На его основе создана детская филармония, где подрастают будущие певцы и танцоры. И, возвращаясь к теме экспериментов, в борьбе за зрителя артисты готовы переосмыслить рок, что привело к созданию самой кассовой их программы на протяжении нескольких сезонов – симфонии в джинсах. Многие люди вообще узнали, что у нас есть оркестр, что есть филармония. И вообще на первых концертах люди даже не знали, куда заходить. Мне очень приятно уже, даже таксисты уже знают, где филармония. Классика, эстрада, национальная музыка. Филармония представляет весь спектр музыкального творчества. Она появилась раньше, чем Хакасия обрела статус республики. И вряд ли это случайно. Культура – лучший способ осмысления себя как человека и как народа. Марина Конодакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.